Время новостей на телеканале Север в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем сегодня. Окружная столица сегодня осталась без интернета. С перебоями работала и мобильная связь. Причина – обрыв волоконно-оптического кабеля связи примерно в 107 километрах от села Ижма, Республики Коми. Все для вашего удобства. Маршруты двух городских автобусов теперь проходят рядом с новой школой номер 3. Для тех, кто будет добираться до образовательного учреждения на велосипедах и самокатах, обустроят парковку. Лето – время для сбора грибов, ягод, трав и шишек. Что готовят жители Ненецкого округа из дикоросов? Какие есть необычные рецепты и как не потеряться в лесу? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. На территории региона, по данным на утро текущего дня, зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание подтверждено у сотрудника нефтедобывающей компании на месторождении Южно-Шапкинское. По данным окружного профильного департамента, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 289 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 240 человек. В настоящее время на лечении находится 46 пациентов, 15 получают стационарное лечение, еще 31 человек лечится амбулаторно. Под наблюдением в Нарьинмаре и поселке Искателей продолжают находиться 535 человек. Сняты с контроля с начала пандемии 3637 человек, в том числе 46 за последние сутки. Окружная столица сегодня осталась без интернета. С перебоями работала и мобильная связь. Причина – обрыв волоконно-оптического кабеля связи примерно в 107 километрах от села Ижма Республики Коми. В результате аварии у абонентов компании «Ростелеком» в Ненецком округе временно отсутствует интернет, телефонная связь работает с ограничениями. Тем не менее, жителям доступны для просмотра 20 каналов цифрового телевидения и локальные информационные ресурсы государственных учреждений региона. Электронная запись в поликлинику, электронный дневник, виртуальная приемная администрация, портал культуры, портал народного контроля и единый информационный портал округа. Аварийно-восстановительная бригада прибыла на место, сейчас ведутся восстановительные работы. Точные сроки устранения аварии сообщат позже. И в продолжении темы. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный посетил филиал компании «Ростелеком» в городе Нарьинмаре. Для него провели экскурсию и познакомились с тонкостями телефонной и интернет-связи. Екатерина Дементьева продолжит тему. В 2012 году, когда мы перешли на оптику, до этого у нас был единый канал 16 мегабит в секунду. Я могу сравнить так, что если мы ездили, допустим, на велосипеде, а теперь 10 мегабит в секунду, у нас ракета в космос, которая улетает и достигает скорости 8 километров в секунду. То есть это ракета, теперь ему на ракете. Самые современные услуги интернет-связи стали доступны жителям Заполярья в 2019 году, когда компании были проложены оптические линии связи до квартир абонентов Нарьинмара и поселка Искателей. Во время осмотра оборудования Юрий Бездудный рассказал, что по первому образованию он связист. И с тех пор многое в технологиях поменялось. А вот труд работников связи остался, как и прежде, неизменно важным. И в каждом населенном пункте, когда приходят ФАП, обращаются пациенты, и фельдшер не может точно поставить диагноз, он прибегает к услугам телемедицины. Он выходит со стойки на окружную больницу, там консультируют профессиональные врачи по профилю и ставит диагноз. Представляете, какую важную работу вы выполняете. Потому что вы частичка вот этой большой системы, и по сути вы принимаете участие даже в постановке диагноза и лечении наших пациентов. Компания «Ростелеком» – это единая система, где важен каждый специалист. Так, за добросовестный труд, почётной грамотой администрации Ненинского округа Юрий Бездудный наградил двух сотрудников компании – водителя Владимира Власова и электромонтёра 4-го разряда Александра Назарова. Техническая база компании сегодня – это компактное и современное оборудование. Однако, кроме новых технологий, в сердце связи Ненинского округа функционирует и старожил, на котором красуется автограф заграничных специалистов. Вот здесь, коллеги, у нас представлена телефонная цифровая станция «Алкотель», которая была смонтирована в 1995 году. Коллеги приезжали из Германии, непосредственно производили монтаж. Ранее у нас использовалась аналоговая станция. И до настоящего времени мы сейчас пользуемся весь округ, вся телефония у нас на «Алкотель», немецкая станция. Надёжная, качественная. В ходе встречи с сотрудниками Ростелекома Юрий Бездудный акцентировал внимание на необходимости цифрового равенства и обратился к руководству филиала компании с просьбой разработать специальные тарифы для многодетных и малообеспеченных семей. Маршруты двух городских автобусов теперь проходят рядом с новой школой номер 3. А для тех, кто будет добираться до образовательного учреждения на велосипедах и самокатах, обустроят парковку. Данные предложения были озвучены в ходе общения главы региона Юрия Бездудного с родителями будущих учеников школы после ознакомительной экскурсии. Тему продолжит Александр Литкова. Автобусные маршруты номер 2 и 6 с 11 августа будут совершать остановки вблизи новой третьей школы. Таким образом, школьникам, живущим в микрорайоне Кармановка, будет проще добираться до учебного заведения. Кроме того, было решено оборудовать в новой школе парковку для велосипедов и самокатов, а также установить указатели с направлением в кабинеты. Мы когда ходили с родителями по школе, даже взрослые люди могут заблудиться в этой школе. А дети, особенно младших классов, они просто, вот, они найдут вход, но выход будет очень тяжело найти. Давайте подумаем о хорошей навигации в школе, о хорошей навигации, чтобы они понимали, где спортзал, где столовая, где выход. Тем более, что у нас младшая класса, старшая класса, разделены потоки. Вот давайте подумаем по поводу хорошей навигации. Что касается сельских школ, особую тревогу окружных властей вызывают аварийное состояние школы в поселке Амдерма. Мы летали в Амдерму зимой и летали мы и с Роспотребнадзором, и с МЧС были с нами. То есть мы смотрели все иные подходящие здания, где можно расположить школу. Так как понимаем, что это здание аварийное, нам из-за этого даже пришлось отказаться от федеральных денег, да? Потому что капитальный ремонт нет целесообразия. На сегодняшний момент помещений, пригодных для переезда школы, для размещения в Амдерме нет. В среду мы проводим селектор с Амдерма, с директором, с главой и как раз проговорим вопросы. На сегодняшний момент было предложено переехать в здание детского сада. Обследование с СССР проводили не так давно. Но износ здания составляет порядка 24%. По словам Натальи Сидоровой, варианты решения данной проблемы будут озвучены на следующей неделе. В ходе оперативного совещания Юрий Бездудный попросил руководителя окружного департамента труда и социальной защиты населения Сергея Свиридова прояснить ситуацию с многодетной мамой. Женщина обратилась к главе региона в рамках проекта «Решаем вместе». Она не получила вот как раз эти выплаты, о которых вы говорите. После этого, разговаривая с сотрудниками социальной службы, ее оскорбляли и еще отругали за то, что она якобы пожаловалась мне. Сергей Анатольевич, вы не могли бы пояснить ситуацию? Это что за сотрудники такие, которые считают своим долгом устроить выволочку многодетной матери за то, что она мне поделила, обратилась ко мне, что не получила выплаты? Во-первых, хотелось бы понять, что это за специалисты и почему они себя так ведут. Как выяснилось, женщине нагрубили в бухгалтерии отделение социальной защиты населения. Она сказала, что ранее обращалась к специалистам, претензий нет, директор обращалась к претензии нет, но вот возник вопрос в бухгалтерии. По результатам расследования, которое прошло, руководителям принят приказ о применении дисциплинарного взыскания в отношении главного бухгалтера в виде выговора и замечания в виде работника финансо-экономического отдела бухгалтера. По словам Сергея Свиридова, помещение в бухгалтерии не было оснащено камерами видеонаблюдения. После данного инцидента их установили. Наша цель, чтобы в социальных службах у нас работали люди, которые обладают особыми качествами – терпением, добротой. Потому что в социальные службы обращаются, как правило, социально незащищённые свои населения. Это люди, которым требуется не только материальная поддержка, их даже слово врачует. Им даже доброе слово – оно на пользу. Поэтому это должны быть особые люди. Добрые, терпеливые. В первую очередь. Вы простите, не собаки цепные. Но не для этого мы создавали социальную службу. Ещё одно поручение главы региона касалось информирования жителей Тундры о предоставляемых округом мерах поддержки. В частности, планируется выпустить брошюру со всей необходимой информацией. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Прикоснуться к профессии. В Нарьинмаре стартовал очный этап регионального проекта «Билет в будущее». На базе Ненецкого профессионального училища старшеклассники выполняли сантехнические работы на самом современном оборудовании. На первом занятии побывала и наша съёмочная группа. Под чётким руководством наставника Влад Филиппов впервые самостоятельно собирает трубопровод. Я решил этим заняться, потому что в школе я очень люблю технологию, а в девятом классе у меня её не будет. Люблю работать по чертежам и измерять. Согласно требованиям, на площадке могут присутствовать не более пяти человек. Для того, чтобы каждому из них было оказано максимальное внимание. Сегодня школьники осваивают компетенцию сантехника и отопление. Ребятам сегодня необходимо собрать трубопровод, который включает в себя гибкую вправку и опрессовку изделия. Мы же здесь подсказываем, у них есть чертежи, есть технологическая карта, что расписано по этапу, что они должны сделать. И на это даётся полтора часа. Проект «Билет в будущее» состоит из нескольких этапов. Его основная цель – помочь школьникам определиться с будущей профессией. Для того, чтобы принять участие в так называемых пробах, ребятам нужно пройти онлайн хотя бы один тест на платформе проекта, после чего приступить к очным занятиям. У детей есть возможность поработать на современном профессиональном оборудовании, так как все площадки по профпробам соответствуют требованиям вордскилза. А требования вордскилза очень жёсткие, что касательно оснащения рабочих мест современным оборудованием. На данный момент на этой площадке присутствует то оборудование, которого ещё нет даже в организациях, которые занимаются, допустим, выполнением сантехнических работ. В рамках проекта школьники смогут пройти 11 профессиональных проб в очном формате, а в онлайн-формате доступны более 50 компетенций. Большим интересом пользуются детей онлайн-прубы по информационным компетенциям, таким как веб-дизайн, графический дизайн, эксплуатация беспилотных авиационных систем. В общем, всё, что связано с технологиями будущего. Следующими пробы пройдут по компетенциям поварское дело и социальная работа на базе Нинецкого аграрно-экономического техникума. Электромонтаж на базе профессионального училища и четыре компетенции запланировано провести в социально-гуманитарном колледже. Проект «Билет в будущее» завершит свою работу в октябре. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова